Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Все готовы? Поможем ничего. Я так понимаю, вы хотите все узнать о ситуации, которая сейчас сложилась в Донецкой Народной Республике. Правильно? Ну, если кратко по происшедшему. Несколько дней назад украинские власти начали массированную атаку на населенные пункты Ясиноватая, Горловка, Дебальцево, Гранитная, Новоазовск. То есть бои шли по всей линии и до сих пор идут по всей линии фронта. По состоянию на сегодняшние 19 часов дня все наши подразделения остались на своих позициях. Идут тяжелые бои в районе Авдеевки. Противник пытается сбить наши передовые части с заслонов, тем самым выйти нам в тыл, организовать котел и выйти на трассу Ясиноватая, Макеевка. Противник несет большие потери. Достоверно известно о более 200 человек убитых и раненых. Это за последние двое суток, только не считая первые дни бои. Позиции удерживаем. Ситуация контролируемая. Поводов для беспокойства нет. По ситуации, которая сложилась с водоснабжением. Сегодня где-то порядка 12 часов ночи вода будет установлена в полном объеме на всей территории Донецкой Народной Республики. Хочу обратить ваше внимание, что именно киевские власти развязали это кровавое побоище, которое унесло жизни ни одного десятка человек. Он сказал следующее, что киевскому президенту Порошенко все равно правило убивать своих, чужих. Ему все равно, на какие потери он пойдет в своих военнослужащих, в рядах наших бойцов, мирного населения. Какие разрушения он будет, какие разрушения эта война принесет. Как всем известно, что с сегодняшнего дня Украина начинает быть председателем Совбези ООН. И это связано непосредственно с этим. Почему? Потому что это будет дополнительный политический повод, который она может обратить на свою пользу. Всем известно, она уже собрала заседание по поводу северного пункта Авдеевка. Мое мнение следующее, что это агония киевского режима. Если вспомните Великой Честной войну, как говорили, это последнее издыхание фашистской гадины. Да, оно больное, оно несет потери многих жизней. Но, к сожалению, Порошенко такой человек, который ему все равно. Что это приносит? И это единственный шанс для того, чтобы мировая общественность обратила на него внимание. Но у него этого не получится. Уже пишет западная пресса, что эту войну развязала Украина. Это уже сегодня. Завтра будут об этом говорить западные лидеры. И нам сейчас нужно будет думать не о том, что сейчас происходит на фронте. Это, наверное, будет сейчас сенсация. А мы обязаны думать, какая будет Украина после Порошенко. И как нам с этой Украиной в дальнейшем жить. Какие мы должны подписывать с ней договора о нашем совместном общежитии. И какие отношения будем с ней выстраивать. Моя следующее, на сегодняшний день мы уже практически в шаге от победы. Победа нам осталась не легкой ценой. А мы еще воюем. Мы еще несем потери. Еще не вся наша земля освобождена. Но это уже действительно агония. Агония Порошенковского режима. Агония режима бандеравской власти. И это просто последнее издыхание. Ход войны мы уже переломили. Переломили политически. Переломили военным путем. Поэтому нам сейчас должна думать о том, какое будет наше будущее. И как мы будем договориться с новой Украиной. Это первое. Хотел бы еще отметить, что нам известны имена командиров, которые повинны в обстрелах Макеевки, Куйбышевского района, которые принесли раненых и убитых. Могу даже вам сейчас сходить, если хотите прочесть эти имена. Это командир 53-й бригады Грускевич, 72-й был Соколов, 92-й бригаде Николюк, 30-й бригаде Гараза, 36-й бригаде Дилетицкий, 25-й бригаде Зенченко. И самое главное, это Брусов, повелитель артиллерии 72-го калибра, 55-я артиллерийская бригада. Именно эти командиры отдавали приказы об обстреле населенных пунктов Ясиноватая, Макеевка, Донецк. Хотел бы отметить, что рано или поздно всех их найдет заслуженное наказание. И суд над этими командирами еще никто не отменял. Если у вас есть еще вопросы, я бы хотел, чтобы вы их задали. Потому что крайне мало времени. Сергей Макаренко, издание «Лайф.ру» Александр Владимирович, сегодня Донецк был потрясен новостью о том, что остался город Донецк и Макеевка. Без вопросов, как вы уточнили, какие силы задействованы в восстановлении этого? И как скоро подставки в этот номер? Я еще раз повторю, что в сегодняшнем 12 часов ночи полностью водоснабжение в Донецке и Макеевке будет восстановлено. Силами Министерства строительства и Министерства строительства, это своими силами организовывает. Были собраны бригады, бригадой пошли добровольцы. Воду нам запускали люди, которые знали, куда они идут. Они шли под обстрелы. Эти добровольцы действительно совершили подвиг и воду нам дали в течение нескольких часов. Все сети подсоединены. На сегодняшний момент сейчас идет накачка в резервуары. И за часу ночи вода будет во всех планах. Александр Владимирович, Первый канал, Куршан. Сегодня поступила информация о том, что на территории Донецкой Республики упала болванка от снаряда установки БУК. Что вы можете сказать об этом инциденте? Вы знаете, наверное, с пьяно перепутали боесвечный беспилотник с Боингом. Хвостовая часть БУКа упала, остальная часть сгорела. Можно подтвердить, что это был БУК? Ну, я сейчас лично не могу сказать. Сейчас занимаются специалисты Министерства обороны. Если хотите, Басури, надо все ответить. Дальше. Следующий вопрос. Александр Владимирович, второй день осуществляется эвакуация людей в гражданских и безопасных районах, которые в Киевском и Куршанском районе находятся. Скажите, пожалуйста, есть ли статистика, сколько людей были эвакуированы и куда они эвакуированы? Спасибо. Были задействованы места дислокации, расположения этих людей, детские садики, школы, общежития. Но на самом деле там небольшое количество людей выехало, чуть больше тысячи десяти человек. Это со всех населенных пунктов, которые непосредственно прилегают к минии фронта. И к сегодняшнему вечеру часть этих людей обратно вернулась. Еще вопрос. Еще вопрос. Агентственный интерфакс, подскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка районника Минтерна? Вы знаете, в районе Минтерна была попытка прорыва, попытка была отбита силами до двух годов. Они пытались прорваться. Коминтерна находится под нашим контролем. Если вы хотите, можете сами лично в этом убедиться. Так же, как и все остальные позиции, которые находятся в районе Авдеевки. Еще вопрос. Роман Афут, ТВ. Вы знаете, я как неоднократно говорил, что ситуация, которая сейчас сложилась, это... Я предупреждал, что Порошенко пойдет на этот ход. Почему? Потому что единственный способ, если крысу загнать в угол, крыса будет кидаться. Вот на сегодняшний момент Порошенко, крыса загнан в угол, он кидается. Ситуация непрогнозируемая. Я могу подозревать, что эскалация боевых действий будет продолжаться. Она будет, скорее всего, носить более ожесточенный характер. И вы знаете, это единственное, что может изменить ситуацию, это понимание самих жителей Украины, что война этому не нужна. Она несет больше вреда самой Украине, чем нам. Если это будет понимание массовое, то этих действий не произойдет. Но я не хочу вас обнадеживать. Я еще раз повторю, что война от нас никуда не ушла. Это действительно, мы получили моральную победу, понимаете? Мы духом победили, но физически мы должны все-таки кто-то гаден задавить, задушить. И эта ситуация все-таки будет развиваться. Будут предприняты все силы, все меры. Минск-2 на самом деле еще жив. И наша задача загнать Украину опять в минский процесс. Не дать возможности Украине обвинить нас в том, что мы сорвали. И она выходит из минских соглашений. Это, наверное, основная задача. Если мы это сделаем, то эта ситуация будет недавно. Еще вопрос есть? Сергей Мухайлович, сегодня так раскачала информация о том, что есть вероятность оперативного и огневого окружения какой-то группы ВСУ в районе АПЕ. Насколько это правда? Вы знаете, я вам рекомендую меньше слушать ту информацию, которая на сегодняшний день сложилась. Для того, чтобы это сделать, нужно произвести несколько действий. В том числе и наступательных. Я еще раз повторю, мы придерживаемся минских договоренностей и не наступаем. Если ситуация так сложится, что украинские наслужащие, все-таки, прорудут наше время обороны, мы будем вынуждены замкнуть кольцо и эту группу уничтожить. Еще раз повторяю, вода сегодня ночью будет в каждом доме. Все услышали? До свидания. Это чуть сложнее за всем обедом.